Школьное питание всегда было предметом самого тщательного контроля. За его качеством и разнообразием присматривают несколько государственных структур, родители и коллективы учебных заведений. Пробую, дегустирую. Питание качественное, сбалансированное, диетическое, утвержденное. Роспотребнадзор – единое меню по всей Московской области. И хочу сказать, что меню десятидневное. Не в каждом доме, не каждая мама будет готовить каждый день новый суп. О качестве питания в видновской школе номер одиннадцать говорит тот факт, что родители всех учеников, а их здесь более двух с половиной тысяч, написали заявление на питание, и этому вряд ли стоит удивляться. Мне нравится гречневая каша большинство, она очень вкусная. Нас комит хорошо, она обедает первое и второе. Вообще здесь вкусно все. Мне нравится макароны с сыром и супом, не шельбой. Ага, вообще, аппетит у тебя всегда хороший вот такой? Да. Повышенное внимание к питанию учащихся вновь произошло после того, как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал чиновникам на отсутствие в школьных меню пельменей. Во все времена, в наши студенческие школьные годы, одно из самых действительно вкусных было это пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени. В чем проблема? Как выяснилось в ходе многочисленных опросов, многие школьники не прочь от веток пельмешек во время школьной перемены. Рад пельмени скоро будут давать. Как ты по этому относишься? Очень хорошо. Хотелось бы пельмени в нашу столовку добавить. Было бы вообще очень классно. В администрации округа также держат руку на пульсе общественного мнения и в курсе кулинарных предпочтений школьников. 98% детей довольны качеством питания. Но вышло, что хотят детки не только, что дают меню, но и пельмени, и хачапури, и хангхинкали, и другие блюда. В настоящий момент в порядке эксперимента пельмени включили в школьное меню в Балашихе и Волоколамске. В администрации Ленинского округа вопрос пока прорабатывается. Впрочем, и сейчас детскому меню можно позавидовать. Ну что ж, завтрак позади. Ребята ушли на уроки. Но впереди еще обед. И посмотрите, в меню целых 6 наименований. Огурцы консервированные, щи из капусты со сметаной и курами, печень построгановский, пирог картофельная и так далее. В общем, дети, я думаю, будут рады. Приятного аппетита! Татьяна Брулова, Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.